Что-то пошло не так. Короче... Было ли у тебя когда-нибудь ощущение, что в твоей жизни происходит что-то странное? Что-то, чему у тебя нет объяснения, ты не знаешь, почему это случается и зачем, и почему именно с тобой. И тебе кажется, что ты не можешь никак повлиять на эти странности в твоей жизни. Привет, я Энни Мэджик, и сегодня я расскажу вам странную историю, которая приключилась со мной летом и продолжилась зимой. Но не просто расскажу, а мы вместе с вами поедем в место номер 13. Номер 13, потому что это место было в 13-м видео из игры, из квеста, который случился со мной летом. Недавно в одном из своих логов в почтовом ящике я у себя обнаружила записку, на которой было только цифра 13. Обычно мне пишут письма фанаты Мэджики, а тут какая-то странная бумажка. Многие из вас сказали, что надо проверить 13-й почтовый ящик, и я это сделала. В 13-м почтовом ящике ничего не было. И единственное, что мне пришло в голову, это 13-е место, и сегодня я вместе с вами отправлюсь туда, но по пути мы заедем в лес, который мы прозвали Аллеей Слендермена. Вы сами поймете почему. Когда я летом там снимала видео, все комментарии под этим роликом были переполнены тем, что, Аня, оглянись, позади тебя кресты. Но я их не увидела. Они были вырезаны на деревьях, и так как я снимала себя вот так и стояла к ним спиной, я действительно их не заметила. И сегодня я хочу на них посмотреть, раз уж все равно я туда еду. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк этому видео, если вы любите мистику. Всякие такие прикольные, интересные штуки. И вот, у меня отвалился микрофон от камеры, но я надеюсь, он сломался, но я надеюсь, что звук все-таки будет. Вы ставите лайк этому видео, если вы любите такие ролики, если вам понравится. Пишите обязательно в комментариях, что вы вообще по этому всему поводу думаете. Я надеюсь, я найду то самое место. Здесь есть чьи-то следы, не похожи на человеческие, больше похожи на собаку или волка. И они ведут вот так вот прямо в лес. Так началась очередная странная история из моей жизни. И несмотря на то, что уже сломался держатель микрофона, меня это не остановило. И не останавливало даже то, что меня постоянно преследовало ощущение, что за мной кто-то наблюдает со стороны. В последнее время я очень часто испытываю это чувство, что позади меня кто-то стоит. И иногда даже оборачиваюсь, чтобы проверить. Я не в ту сторону пошла. И вот сегодня, в этот самый день, у меня была идея дойти до того места с крестами, чтобы посмотреть, а заодно использовать эту возможность и снять что-то вроде очень интригующей серии из рубрики «Лживые истории». И я даже хорошо подготовилась для этой съемки. Позади меня два упавших дерева крест-накрест. Это не те кресты, к которым я шла, но это было начало того самого места. Вот они, те следы. Они до сих пор ведут даже до сюда и доходят до начала аллеи. И обходят ее, не идут внутрь. Все время ощущение, что кто-то рядом есть. Вот она, та самая аллея из деревьев, которую мы прозвали аллеей Слендермена. Выглядит она, конечно, жутковато, но зимой не так ужасно. И вот первый, тот самый крест, который я не заметила позади себя. Он на дереве вырезан явно четко каким-то ножом или чем-то. И, по-моему, если я не ошибаюсь, ребята, подписчики указывали, что где-то на еще дереве каком-то есть крест. Не знаю, имеет ли это значение какое-то сейчас, но я хотела это увидеть своими глазами. И я даже начала снимать. Тогда я еще думала, что я сниму свой запланированный ролик, к которому я готовилась. Инстаграм. Обязательно подпишитесь, чтобы быть в курсе. Но до этого момента случилось вот что. Как я говорила, я не верю во всякую мистику, но я верю в энергетику мест. И это место, оно реально... Жесть. Я подумала, вы просто обязаны это увидеть. Я не знаю, что это такое. Но на одном из обрезанных деревьев какие-то перья или что-то такое. Это очень жутко выглядит. Мне здесь реально что-то не по себе. И вот эта странная коряга... Блин, капец. Она... Это не дерево. Я сейчас себя чувствую. Алиса в стране чудес просто. Жесть. Эта странная коряга находится... Блин, зачем я ее вырвала? А, черт. Нафиг, стой. Стой здесь, где стояла. Она находилась прямо рядом. Напротив... Напротив вот этого креста. Что-то уже мне здесь реально жутковато становится. Я сомневалась, я испугалась. Мне все время казалось, что кто-то стоит в конце этой леи и наблюдает за мной. Потом мне начинало казаться, что кто-то стоит позади меня и дышит. И я оборачивалась, но там тоже никого не было. И, короче, не сегодня, потому что скоро реально стемнеет и что-то мне не очень... Ой, кстати, сегодня первый раз в жизни видели, как я вожу. Да. Ладно. Мы поедем. В тринадцатое место. Кстати, к теме того, почему я не беру своих собак, своих питомцев куда-то с собой в подобные мероприятия. Потому что, я надеюсь, вам не надо отвечать на этот вопрос. Просто многие спрашивали и писали, возьми, типа, с собой кого-нибудь из собак. Нет. Я не хочу, мало ли что, ну и не оставляйте же их в машине. Кстати, по поводу собак. Если вы хотите поднять себе настроение, я рекомендую вам пойти на мой канал Magic Family. Или на канал Magic Family, там тоже вышли новые видео. И на Magic Family я сняла такое эпичное видео, такую реакцию. Просто я сама, если честно, как бы веселилась от души. Так что обязательно посмотрите потом этот ролик. Вот оно, то великое заброшенное здание, с которым так много связано. Всего, кто помнит, тот поймет. Вот он, тот самый заброшенный телефон. А вот 13-я точка. Очень холодно. Глаза слезятся. И аж слезы текут. Там какая-то жуткая собака. Лавит собака. Я пробираюсь сквозь гигантские сугробы. Здесь чьи-то следы присыпаны снегом. Я так и знала. Я как чувствовала. Ноги промокли. Руки отмерзли. Не могу прям замерзать уже. Это все-таки кто-то из подписчиков, живущих в моем городе. Я думаю, что это ближе всего к реальности, к правде. Но, несмотря на все это, в этом есть что-то жуткое и ужасное. Телевизор или какой-то экран. И что-то это надпись значит. Я собиралась в лесу снять нечто иное, чем получилось. Потому что я не ожидала, что все пойдет именно так. Точно так же, как я не ожидала вот этой вот фигни, что это продолжится. Но самое ужасное случилось дальше. И это уже не шутки, не смешно. И это не какие-то игры или квесты. Я реально тупо, просто на обратном пути разбила машину. Вот тебе и первые разы вождения. Да. Я съехала... Хорошо, что снег. Хорошо, что зима. Я съехала просто... Киса-лис. Не шкреби, пожалуйста, стул. У меня до сих пор дрожат руки. Я съехала... Блин. А-а-а, капец. У меня даже не поворачивается просто язык все это говорить. Сейчас там разбита фара, весь перед. И меня вытаскивали при помощи трактора куча людей. Ну, если вам интересно, я, конечно, как-нибудь об этом подробнее расскажу. Но не сегодня. Сегодня... На сегодня все. Все. Слишком... Все идет не так. Субтитры сделал DimaTorzok